это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня с теплыми пожеланиями рязанские волонтеры готовят к отправке в зону сву блиндажные печи ручной работы комплексная дегустация в школе номер 68 кухню проверил внутренний контроль крошечная для крошек в рязанском театре кукол открыли новую сцену очередную помощь нашим бойцам зоне свого готовят рязанские волонтеры гуманитарка обмундирование блиндажные печи это и многое другое вадим дыкин вместе с единомышленниками отправляет на передовую с 22 года причем большинство изделий это персональные разработки местной кузни нашим бойцам волонтеры в этой кузне помогают практически с первых дней специальной военной операции сначала делали примитивные горизонтальные блиндажные печки из газовых баллонов потом переносные буржуйки из профильных труб сейчас уже и старые модели доработали и даже придумали новые за все время на передовую кузнецы отправили более трех тысяч таких вот изделий с ребятами на линии соприкосновения связь держат напрямую соответственно кроме отзывов по уже готовым печкам поступают и просьбы сделать новые изделия с конкретным функционалом пишут либо приезжают сюда за ленту звонят что нам и соседним подразделением они уже собирает надо то-то то-то и то-то и вот ребят когда приехали в агнар а вот не так давно нам нужно там две песечки ну и что-нибудь стали узнавать что-нибудь это очень большие списки мы уже по опыту знаем ребята вам наверняка помыться надо и они просили вот такой котел но что им даст котел когда свободно здесь это ростов ну мы им решили сварить баню баню каменку настоящую хорошую баню каменку такую вот баню сначала растапливают дровами затем в сетчатую рамку насыпают камни на который будет поддаваться кипяток пока сделали только одну такую печь ее отправят на передовую и уже исходя из отзывов наших бойцов приступит к массовому изготовлению другая новинка в кузне это теплые лампы нам привезли большое количество огнетушителей вот ну подумали подумали и вот я придумал сделать такие лампы теплые погреться осветить помещение даже вскипятить кружку чая пока изготовили всего несколько штук но готовы в месяц увеличить объем до 800 конечно без пополнения в команде волонтеров не обойтись лишних рук в добровольческом деле не бывает говорят кузнецы причем волонтеров здесь ждут не только из рязанской области но и других регионов так например роман салихов приехал помогать из москвы приехал я в рязань воскресенье на прошлой неделе и вот нахожусь в кузне ежедневно в течение последних пяти дней постигая новое ремесло и наслаждаясь процессом особенно наслаждаясь от осознания того что то что мы здесь производим и делаем может помочь нашим ребятам примеру рязанских кузнецов уже последовали волонтеры в белгороде воронеже твери краснодаре питере и татарстане а еще в кузню приносят не только материалы для печек но и гуманитарку сухпайки медикаменты маскировочные сети и теплая одежда такие грузы собирают благодаря неравнодушным рязанцам кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город с 1 февраля этого года увеличились максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности беременности и родом теперь максимальный размер компенсации по беременности и родом за 140 дней декретного отпуска составляет 565 тысяч 562 рубля а максимальный размер выплат по больничным листам 122 тысячи 808 рублей в месяц для расчета специалисты фонда использовали среднюю сумму дневного заработка пособие по беременности и родом составляет 100 процентов среднего заработка женщин а пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника школе номер 68 прошла дегустация школьных обедов как водится предложили первое второе и компот а помимо этого три вида каш блины и оладьи школе номер 68 у павла учится сын регулярно питается в школьной столовой и сегодня у папы тоже появилась возможность попробовать школьное меню от завтраков до полденников попробовал все каши суп и салат капустный ну вот какие отзывы в принципе все неплохо все сносно все очень съедобно даже даже очень съедобно специалисты мп детское питание дегустируют школьное меню раз в квартал выбирают одну из четырех школ в районе и вместе с родительским комитетом пробуют все что есть столовой с родителями иногда захаживаем в столовую смотрим что едят дети весь ассортимент который был предоставлен сегодня он также присутствует у детей на столе вот и тоже я не слышала от своих детей допустим от нашего класса что детям что-то не так каждому родителю выдают анкеты по мере дегустации их надо заполнить тут все просто плюс значит понравилось минус нет анкеты анонимные переживать дескать не стоит в списке 10 позиций три каши две рисовых и одноманная картофельный суп салат из капусты макароны кисель два вида блинчиков и оладьи мы опираемся в первую очередь на результаты мониторинга учитываем все предпочтения детей стараемся вводить новинки то есть это же опять полдники новые которые у нас сладкие блинчики которые дети так любят также конечно мы учитываем требования санпин блинчики оладьи это как раз та самая новинка появились они с января этого года все рассчитано по калориям самый питательный конечно же обед на второе место можно смело ставить полдник до 500 калорий в общем сытно говорят родители меню обновляется раз в 10 дней а новая дегустация пройдет уже в следующем квартале партнер программы день города выставка продажи икра и рыба камчатская возле торгового центра премьер до 3 февраля включительно рассветы закаты конкурс фотоснимков из окон своих квартир организовала для горожан комсомольская правда в рязани сегодня в библиотеке имени горького подвели итоги и наградили победителей в конкурсе приняли участие 50 жителей многообразие рассветов и закатов снятых из окон рязанских многоэтажек впечатляет фото из разных районов нашего города конкурсанты присылали свои работы с октября по ноябрь в декабре жюри провело открытое голосование выбрав победителей призеров онлайн состязания объединили фото конкурс общей идеей то есть это должен был быть вид из окна своей квартиры либо там в гостях где-то то есть не выходя из дома просто запечатлеть красоту города и этот снимок должен был быть сделан на закате или на рассвете цель фото конкурса показать всю красоту природы из разных точек областного центра а еще приобщить рязанцев к творчеству доказав что каждый может стать настоящим фотографом когда камера направлена на самые притягательные явления природы я проживаю на улице октябрьская и однажды проснувшись рано утром вышел на балкон и был поражен необычным зрелищем решил сфотографировать для себя назвал эту фотографию природа что-то знает вот комсомольская правда решила назвать ее улыбка неба у каждой фотографии своя история но у всех у них есть одно общее снимки спонтанное в моменте когда небесное полотно становилось похожим на картину маститого художника-пейзажиста это закат сделана фотография вечером естественно из окна многоэтажки на улице интернациональной очень интересно мне показалась цветовая гамма захотелось ее запечатлеть перед этим буквально недавно смотрела работа американского художника марка ротка где игра цвета такие вот переливы переходы из одного оттенка в другой когда увидел думаю вот это на небе тоже можно соотнести как картина кстати за лучшие работы фотографы-любители получили призы от спонсоров такой конкурс комсомолка обещает сделать ежегодным чтобы собрать еще больше удивительных красок рязанских пейзажей кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город сотрудники госавтоинспекции вновь провели комплексное мероприятие тонировка как несложно догадаться из названия выявляли водителей в чьих машинах светопропускаемость стекол ниже нормы такие были таким оперативным видео с места проведения рейда по тонировке поделились сотрудники госавтоинспекции в плотном потоке автомобилей они высматривали тех водителей кто вопреки всем памяткам своего железного коня все-таки решил затонировать наглухо штраф остался прежним 500 рублей и сколько на одном и том же не попадайся водителю спишет ровно такую же сумму а вот тонировку снять все равно придется может и не сразу если же водитель по той или иной причине пленку снять откажется то инспектор выдаст такому водителю требования мороки здесь еще больше устранить нарушение надо в течение суток после отметиться в госавтоинспекции что нарушение ты устранил легче все же советует бывалый оторвать пленку на месте госавтоинспекции рассказали что уже через час с начала рейда выявили 30 нарушителей дальше больше статистика за рейд примерно одинаковая для любителей затонироваться все просто одну пленку оторвал новую наклеил и так до следующего штрафа пока максимальная ответственность административный арест на 15 суток не настигнет упертого автолюбителя в театре кукол сегодня открыли новую сцену третья по счету она будет называться крошечной при ее возведении учитывали и пространство зала оно совсем камерное и возраст зрителей чтобы попасть на крошечную сцену вам предстоит пройти за кулисы именно так новое сценическое пространство расположилась за шторками в холле театра это не сцена в привычном понимании здесь каждая постановка будет происходить в тесном взаимодействии со зрителями под каждую постановку это пространство планируют трансформировать в общем сплошное волшебство мы должны найти подход к любому зрителю и должны его заинтересовать и в том числе и момент игры обязательно должен присутствовать потому что это такой взаимообмен энергии и взаимообмен энергии именно такой театральный это первые шаги человека в театре постановки для малышей были в театре кукол всегда но ставили их на малой сцене здесь есть спектакли для зрителей от четырех лет но очевидно что родители приводят детей и младшего возраста вот так и появилась необходимость создать отдельную сцену и особенный репертуар для тех кому до это мой первый опыт работы с таким маленьким зрителем поэтому мне очень интересно у нас такая мы открываем новую сцену я первый раз делаю такой спектакль у нас артист нашего театра евгений солушев первый раз дебютирует как композитор у нас такое ответственное рождение происходит очень нам интересно было работать и вот уже в осенью мы будем уже делать здесь следующий спектакль нас затянуло для маленького зрителя речь вербальное обращение еще не является главным он считывает язык тела цвета движение такое немножко мультяшное существование как бы которому близко потому что он узнает и поэтому конечно мы с пластическим режиссером нашим с которым мы все время работаем павлом фроловым естественно выбрали такой именно стиль не нарративно именно вот пластического театра для бэйби спектакля в пятницу 2 февраля состоится премьера спектакля тата и слон к осени готовится еще одна премьера про букашечек вместимость зала до 40 человек пространство и количество мест будет трансформироваться под каждый спектакль слон слон теперь мой слон ты мой друг на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго ваше новостей